приветствую всех у себя в гостях на канале шьем с аншелиной джоли я тут подумала что я давно не делала видео не швейные не кукольные и пора исправить это положение вещей сегодня я хочу рассказать и показать как я делаю петли давно обещала на обычной швейной машинке с функцией зигзаг у меня есть на машинке автоматические петли несколько видов но мне они не нравятся и поэтому я за всю жизнь приловчилась и научилась делать петельки маленькие большие устанавливая и ширину стежка и густоту и ту величину петли которая мне нужна поэтому делюсь своим опытом на примере платья для себя а потом для кукол и не получается у того кто не пробует поэтому смотрите внимательно и повторяйте за мной все у вас получите телечки не получились и скрепа они такие аккуратненькие делала на обычной машинке не автомат петли самые обычные просто настраивала швейкзаг причем я уже это все показала так и теперь я их прорезаю смотрите как это делается так когда прорезала петелечку смотрю обязательно чтобы не было никаких ниточек потому что если какая-то нитка длинная останется она может сделать затяжку на платье поэтому немножко их по обрезаем самое главное обрезать так чтобы не разрезать эту нитку так все ниточки когда мы делаем петельку закрепочку можно их просто обрезать если вы уверены что не распустится а можно их заправить чтобы они не обтрепывались так берем следующую петельку вот видите какая она чистенькая чистенькая аккуратненькая под вашу пуговку берем следующую петельку я себе просто обрезала их стал ничего заделать острые ножнички обязательно и когда ты режешь надо сделать так что ты случайно это не разрезала не испортил платье поэтому аккуратненько аккуратненько так ну и осторожно пальцы тоже не поройте если ось ты острые ножницы так как у нас между строчками расстояние ведь появилась нитка естественное и надо убрать убираем ее вот так зачищаем петельку не было никаких ниток тем более если две нитки три ниточки случайно попадаются здесь когда ты суешь пуговку туда-сюда ниточки могут вот так обмахратиться потом будет затяжка поэтому мы их просто чистим складываем два раза вот так и острыми ножничками никакими небольшими ножницами маленькими было мне закрепочку сделать получше я думаю что это платье буду одевать и так часто смотрели с обратной стороны чтобы ничего не торчало порой в магазинах покупаем вещи там конечно петли сделаны порой не очень качественно то что это все прорезается автоматами так бжик-бжик и остаются нитки берем следующую петелечку и точно также аккуратненько и чтобы не срезать никакие петли если вдруг вы случайно разрезали нужно аккуратно пройти зигзагом по петельке обычно на ткани это не сильно видно то есть бывает такое да редко ну и когда делаете петли на изделии попробуйте этот шаг эти нитки несколько петель сделать дополнительно то есть вы видите что у вас уже хорошая густая петелечка в итоге вот наши петли на любой машинке если у вас есть зигзаг можно настроить высоту шага и густоту петли то есть густоту густота не дает возможности высыпаться ткани ну и обязательно обязательно подрезаем вот эти ниточки аккуратно аккуратно все идем к следующей петельки так где расстояние между ними не обязательно прям самый край можно чуть чуть дальше если допустим петельку вы сделали но вы чувствуете что она чуть чуть больше у вас на 1 2 миллиметра не надо ее дорезать до самого конца и хорошо чтобы ножницы были вас острые купите в конце концов себе нормальные ножнички не маникюрные я раньше например этих ножниц не было в продаже и 20 назад 30 назад я все делала острыми маникюрными ножничками с прямыми концами можно конечно и с остренькими с кругленькими главное самое главное чтобы они были просто острые вот получилось еще одна петелька так пробуем она такая хорошо идет такая туго они же еще в процессе носки разнашиваются поэтому совершенно не обязательно эти петли делать большими просто не надо пусть она будет так впритык если вы вдруг разрезали больше чем положено просто можно вручную поставить закрепку с одной или с другой стороны незаметно в тон следующую так делаются петельки ничего страшного в этом нету то есть можно самим вручную всему научиться медленно но верно и каждая петля у вас все лучше и лучше будет получаться с опытом сворачиваем вот так смотрю что у нас обтрепалась чистим я называю это что я чищу петли те которые я уже сделала потом отпариваем бортик с петельками они получаются такие прям пусечки пусечки посмотрите какая красота вот она есть и вроде ее не туда потому что мы ее правильно простричили она одна петелечка осталось ее доделаю быстренько в носке очень важно чтобы тех ниточек не было то у меня ткань еще такая удачная она не сильно трепется а бывают ткани которые сильно обтряпываются поэтому вот это все надо удалить все на клапанах тоже самое хочу чтобы они застегивались что пуговка утопала в петелечку на ножке так мы делаем петельки смотрите я намечаю петли на кукольном платье обязательно перед тем как наметить петли платья должны быть любая деталь от утюжена в общем от утюживаем отмечаем на каком расстоянии под бортик у нас чуть больше сантиметра и намечаю вот у меня петли именно на этом платье иногда делаю нормальный поперек здесь они будут вдоль 4 петельки и например вот и первая петелька вот она пуговка у нас сантиметр и я делаю петлю 1 и 2 то есть на 2 миллиметра больше потом отступаю вымеряю расстояние допустим 33 миллиметра важны почему я черчу это ручка кстати эта ручка с помощью утюга он удаляется поэтому я черчу ручкой они мылом если мыло хорошо заточено на темной ткани видно хорошо это нормально а здесь вот ручка ему чертим как вы видите вот от конца я наметила до отмеряю 3 и 3 то также точно точно 1 и 2 ну и так далее сдвигаю и 3 есть конечно всякие приспособления для петель где уже все отмечено но мне так нужны вот эти миллиметры у меня есть такая линейка но я даже не достаю потому что пуговки разные особенно в кукольных вещах размеры разные прибавочка по петелечки тоже разная в общем я наметила 4 петли мне легче вот разметить именно вот так и теперь вот на вот этих деталях это у меня сарафаны кукольный сарафанчик видите все миниатюрное мимишное и пуговки здесь тоже такие вот очень детские детские пуговки есть конечно пуговицы еще меньше сейчас я вам покажу но эти пуговки они очень маленькие их лучше пришивать декоративные под них делать петли очень трудно поэтому вот эти пуговки использовать можно совсем миниатюрные для кукол типа барби или братс или блайс а вот именно для год это у меня платья на большую год я использую просто вот эти сантиметровые пуговички ну вот я нашла именно по цвету мне подошли такие размер хороший эти слишком мелкие немного разных пугови даже вот эти были здесь тоже мелковатый для больших год можно использовать детских пуговки а для более мелких кукол как паула рейна даже вот эти пуговицы будут мелковаты чисто как декоративные а вот такие пуговки 7 миллиметров 5 миллиметров нормально 5 маленьких маленьких смотрю их трудно застегивать чисто декоративно использовать так рисую сейчас здесь петельки на вот потому что меня застегивается верхняя часть делается это все не ставила камеру поэтому одной рукой и не поутюжила вас вам рассказываю как надо поутюжить делаю на глаз потому что уже как бы глазомер на метан вот эти посрединке нужно все конечно так взять померить по посрединке отмерить вот примерно так у меня будет пуговка можно делать вот так то есть не отмерять это я уже знаю вот 1 и 2 1 и 2 ровно ловкость рук никакой мошенничество и также делаем этой части потом я сделаю петельки и все платье от утюжек то что-то но мне сделано вообще петли конечно намечаются на утюженных вещах если хотите аккуратную работу делайте все как положено чтобы не передела петлю же распороть трудно поэтому делайте сразу как надо все готовы покажу чтобы сделать петельку у меня такая машинку у всех разные самое главное чтобы у вас был зигзаг вот у меня она наполовину компьютеризированная следовательно сейчас у вас мигает на самом деле она не мигает это так снимает камера так я оставлю пятую строчку это зигзаг раз два три три пять пятая строчка у нас мигает и я должна выставить минимальную ширину шага стежка на же зигзаг и мне надо чтобы зигзаг был маленький на любой машинке ты этот маленький высоту можешь прокрутить я допустим делаю хоть пробую например два с половиной нет два это будет очень маленький два миллиметра а здесь я делаю строчку давайте поставим пока 0 9 по моему я делаю 0 9 было хорошо пробуем на кусочки который обязательно должен быть однотонный ну или тот кусочек на котором вы будете делать петельки я положила просто кусочек белой ткани ближе не как камеру я не подсуну но вот смотрите мне сейчас попробую петлю сейчас начинает да вот такая получается что сейчас он просто просто перед любой петелькой перед тем как делать на основной ткани даже на кукольные вы должны посмотреть как она строчит вот такая получается это кстати очень нормальная строчка для обычной петли вот ширина шага густота и когда вы крутите настраиваете вы сможете сделать ее меньше допустим она будет гуще и меньше меньше так высотой вот меньше да она будет поменьше вот сейчас даже прострочу вам покажу и кусочек можно взять конечно побольше просто нашла маленький видите она насколько меньше для кукольных маленьких петелек вот это тоже неплохо густоту можно больше но она будет очень густая поэтому то у меня сейчас стоит как я вам показывала так 05 нет я буду вот такую делать учитывая что у нас платье маленькая оставляю настройки 22 и здесь сколько у нас было 0909 все оставляем и делаем петельку я как-то шила вещи делала вам отдельное видео как я расчерчиваю петли как я их строчу разной величины под пуговки разного размера ну и это видео я куда-то задевала и пришлось мне сейчас экспромтом конкретно взять кусочек ткани вот подобрать маленькие пуговки все расчертить и показать как я это делаю размер пуговицы один сантиметр поэтому я кладу пуговку смотрю где она у меня может быть и обвожу ее с двух сторон и размер петли смотрите делаю заметочки получается один сантиметр два миллиметра намечаю расстояние через какое будет еще одна петелька и мы сейчас с вами ты на всякий случай намечаю еще одну чтобы посмотреть разные варианты разные ширины ширины и вот именно этой строчки наладила строчечку как я раньше рассказывала проверяем проверяем обязательно на ткани на кусочки ткани с нужной нам толщиной чтобы обязательно было два слоя обязательно к это прокладка физи и зелиновая и я смотрю как у меня получилось подходит ли мне эта строчка может сделать ее гуще может ее сделать меньше ну вот давайте попробуем чуть чуть меньше трудно конечно очень снимать близко чтобы показать вам все нюансы но я думаю когда вы будете это делать сами вы все поймете какая вам строчка нужно вот видите здесь уже видно разница что 1 потолще побольше можно сделать погуще можно сделать ее помельче потому что петелька будет настолько маленькая что я оставляю именно шаг такой не широкий и зигзаг должен быть такой маленький вот сейчас будем пробовать ее делать поехали я начинаю с правой стороны иголка у меня вошла именно туда где начало петельки и прохожу прямо вдоль вот этой полосочки которую мы нарисовали не касаясь ее оставляя вот этот миллиметр с этой стороны просто проходим ничего не натягиваем до той линии которую мы нарисовали и иглу оставляем в левом крае не в правом мы же идем справа оставляем в левом крае и поворачиваем с иголкой внизу разворачиваем полностью теперь вот мы развернули по идее мы должны идти обратно но нам нужна закрепочка поэтому оставляем иглу в этом месте и делаем закрепку держа ткань то есть мы не будем сейчас настройки трогать мы держим ткань на одном месте на два три укола смотрите раз два три и переносим иголку вправо хотя можно и влево и и оставить поднимаем ее и чуть-чуть двигаем ткань влево влево потому что мы будем идти сейчас опять же с правой стороны и посредине у нас должна быть вот эта полосочка то есть мы сдвинули немножко и пошли так рядом рядом оставляя ну миллиметр полтора но не знаю какой глазомер смотрите что сейчас я вам покажу вот я сейчас шью сейчас попробую снять еще немножко по-другому дошла до линии опять пересечения я опускаю иглу и опять же разворачиваюсь вот у меня петелька видите с каким получилась показать вот она у меня получилось каким краем да такая вот и также я воткнула иглу оставила развернула и и это закрепочка нам видно да сейчас мы развернули у нас игла стоит с левого края теперь может достать иголку видите получается когда жалко не видно не могу снять то есть нам надо поставить здесь закрепку мы опять же держим вот так же ткань и делаем закрепку в этом месте стараемся не двигать ткани смотрите что у меня получилось постараюсь не дергать это на большом увеличении если так подальше я вам белыми нитками все показала чтобы ее было видно эти строчные потом идет закрепочка в обратную сторону закрепочка между ними чтобы не распускалась ни с одной ни с другой стороны давайте еще одну петлю сделаю вот с этого ракурса чтобы вы видели тогда полоска все эти нарисованы на ткани линии нанесены так часть я опущу здесь и здесь должна быть опущена нанесены ручкой которая вот папа и идем ждите ты уже как будто бы закрепки мы должны опустить так чтобы иголка нашла с правой стороны вот мы идем с правой стороны аккуратненько идем не касаясь эту часть нарисована и доходим до места где у нас опять поперечная полоса опускаем опустили до поворачиваем и на этом месте делаем закрепку раз подняли и чуть-чуть сдвинули влево смотрите капельку буквально мы сдвигаем тот миллиметр как вот нам надо про строчить если у вас не тут то есть вы же не будете делать петлю на сразу на изделие вы сначала сделаете образец потом еще одну петлю пока вот не наловчитесь это я делаю петелечку сейчас я померю сколько на сантиметров опустили вот у нас закрепка с одной стороны и с другой стороны я могу здесь даже еще раз делать эту закрепку то есть я держу крепко ткань все и у нас получилось смотрите петля когда мы все по утюжим вырежем она получится вот такая цвет ткани получается очень красивые аккуратненькие лучше чем когда ты делаешь автоматическую автоматическое большое расстояние здесь закрепка конечно у них серьезная но ты не отрегулируешь там вот эту ширину не вот эту вот ширину ничего не глубину стежка мы же можем сделать это маленькие петельки а мы же можем сделать шаг побольше да как вот здесь я показывала если у вас более взрослая вещь или например сделать густоту побольше видите вот это да густота так я делаю чуть больше и густота смотрите рядом просто показываем строчку я сделала погуще иногда сыпучие ткани ну в кукольных конечно такое редко встречается мы стараемся использовать ткани не сильно сыпучие но смотрите например если взрослую одежду делаете и также вот опускаете до поворачиваете и посмотрите насколько разные это строчки да насколько это пореже ширину вот эту я сделала одинаковую но она погуще вот в сыпучих ткань вот я делаю допустим закрепочку да сделала закрепочку подвинула и пошла делать петелечку правда немножечко широковато знаете вы даже не бойтесь вот например я сделала для большой петли да опустила опускаю так чтобы развернуть и сделать закрепочку и еще раз так на одном месте я просто покажу вот видите видите какая густота немножко густо я просто для примера вам показываю ну так понемножку понемножку приловчите сделать петельку одну вторую третью видите разница насколько маленькую можно сделать насколько побольше и закрепки еще делаются и другим способом я показываю вам пока самым простым можно вообще сделать закрепки вручную можно делать другую регулировку но если компьютерная машинка каждый раз переставлять тяжело поэтому я делаю именно так видите она смотрится хорошо а вот в таком варианте можно сделать туда обратно а потом вот ручные закрепочки по бокам это все зависит от вас вот как вам хочется красиво сделать так вы и сделаете короче учитесь товарищи кратко я рассказала показала и думаю что разберетесь если было понятно интересно пожалуйста пишите так теперь смотрим что у нас получилось я убрала все ниточки все просто обрезала без всяких закреплений давайте прорежем маленькую петельку прорезаем все петелечки аккуратно пальчики чтобы не порезать ножницы всегда должны быть острые я уже не раз рассказывала что вот вы прорезали петельку обязательно и вот так аккуратненько согните и уберите удалите все ниточки не надо только резать нитки в петле а вот эти нитки которые могут сделать затяжку что в кукольные вещи что во взрослой вот ваша петелька видите она маленькая и аккуратная конечно когда вы делаете вещь например трикотажную она растягивается да и самое главное когда вы делаете вещи обязательно между тканями основа и под бортиком или если вы загибаете должна быть прокладочка прокладочный материал это флизелин или ну чем вы пользуетесь даже может быть бязь поэтому прокладка будет стоять у вас петля будет более фиксирована когда хбшечные ткани то может быть она не обязательно ведь она не растягивается ничего с ней не происходит никакой деформации а вот если вы шьете трикотаж вам хочется сделать на трикотаже петлю а трикотаж сам по себе будет растягиваться а если вы будете еще поперек делать у вас эта петля будет здоровая даже если вы наметите ее маленькая поэтому в трикотаж тоже желательно ставить прокладку и делать ее по длине петельку вот например если он вот так растягивается то петелечку делать вот так что если вы сделали так то она получится очень здоровая в общем пробуйте на кусочки пробуйте суть вы поняли вот она эта петелечка вот наша маленькая пуговка и вот смотрите вот так как мы ее наметили смотрите какой у нее размер она прекрасно входит и не растягивается если вдруг вы случайно прорезали больше чем надо берете ниточку где сделаете небольшую закрепочку сверху и вас петелька будет меньше но это если вы например порезали лишнее и вторую не буду прорезать в общем суть понятно поняли спасибо что посмотрели я надеюсь что у вас все получится несколько петель и все будет получаться идеально 10 20 30 а я рассказываю дальше сделаны петелечки и вот они срезаем все ниточки можно эти ниточки аккуратно заправить то есть я когда делаю петли я от одной петельки к другой передвигаюсь можно конечно их вытягивать обрезать и потом заправлять если хотите более чистую работу но я сделала закрепочки закрепочки на петелечках когда строчила кстати да я все-таки сделала меньше шаг то есть виде насколько они тоненькие такие не получились маленькие час от утюжу потом аккуратно прорежу еще раз эту тюжу они выравниваются и вот здесь тоже такие петелечки и это все маленькая то есть вот эта петля 1 и 2 ну плюс еще с закрепочками может быть 1 и 3 то есть они достаточно маленькие точнее очень даже маленькие но для этой пуговки они будут хорошо так предыдущие петли которые я делала вот для более маленькая вещь видите вот это для паулы господи для год для год с 37 сантиметров то есть она меньше это платье чем для год с 50 сантиметров как вы видите и петельки здесь вот они на плечах эти петельки и здесь тоже такие же маленькие эти маленькие совсем маленькие вот моим ноготочек да не меньше ноготочка намного здесь пуговки еще меньше вот такие ну они сантиметровые в общем то у нас получились идентичные петельки что пуговки другие сейчас разрежем от утюжим это платье мы уже носим поэтому они немножко обтрепаны но выглядят они достаточно хорошо для кукольного платья вот с изнаночки видите аккуратненькие там делаются петельки петельки Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...